Привет, профессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бубнов. Сегодня мы посмотрим матч Российской Лиги Xbox One между командами Zenit SPB и Evion. Evion команда известная нам всем, один из лидеров. Российская Лига Xbox One играет в красной форме. Zenit новичок. Zenit выступает пока не так хорошо и находится в турнирной таблице значительно ниже, ближе ко второй части, к нижней части турнирной таблицы. Но, тем не менее, этот матч мы посмотрим. Заодно, возможно, увидим разницу в классе команд между более известной и сильной Evion и, скажем так, малоизвестной пока что в мире Российской Лиги Xbox One командой Zenit. Хотя, в жизни, наверное, про Zenit многие слышали, да? Но, правда, пока по первым минутам сложно сделать вывод, кто как играет, да? У кого какая модель. Но, понятное дело, что Evion будет, скорее всего, в этом матче больше владеть мячом. Но пока вот контролирует мяч футболиста Zenit. Обратите внимание, да? Вот уже сейчас было видно, ну, почему Zenit, скажем так, не такая классная команда. Вот, смотри, да, они идут, пасуют коротким пасом, переходят от фланга в центр и к противоположному флангу. Захар отдает, смотри, стоп. Вот при таком перемещении мяча за счет короткого паса, да, очень важно, чтобы были забегания вперед. Либо варианты, чтобы можно было отдать передачу назад. Потому что это очень легко читается, когда некому отдать пас. И вот в этой ситуации, да, в этой ситуации давать нужно было вот сюда. Вот сюда. Нужно было прямым пасом в ноги отдавать. И дальше уже здесь игроки, несмотря на плотное построение Evion, они должны двигаться. Не мяч должен перемещаться, да, не только мяч, но и футболисты должны вперед перемещаться. Чтобы, ну, если ты играешь в контроль, да, то ты, соответственно, должен иметь адресата передачи всегда. И желательно ни одного. А здесь получается так, что вот уже успел перекрыть игрок Evion, да. Другого варианта нет. Хотя здесь, ну, тогда в таком случае, Астону 90-1974 надо было поставить спину, развернуться, отдать сюда, да, к примеру. Вот, потому что очень грамотно Evion перекрывает все зоны. И вот этот предсказуемый пас уже прерывается, вы видите, да. И, соответственно, атака такой острой, да, как ее задумывали, возможно, она не получается. И Evion играет на быстрых, за счет быстрой атаки, за счет быстрого движения мяча вперед и пытается таким образом подловить Зенит. В момент потери мяча зенитовцы допускают ошибки, ими Evion и хочет пользоваться. Но все-таки пока еще это не критично. Мы видим, что Зенит пытается навязать игру в контроль, но это называется покатывание яиц, да. Как Спатак Прикарп меня любил. Кориока и центральные защитники вот так вот катают. А дальше хоть потоп. Ну вот сейчас более-менее удачный вынос вроде бы был, но Базавр опередил своего соперника, его еще и покалечить умудрился. И в результате вы видите, что Evion уже теперь идет вперед. Обратите внимание, да, что у Evion нет вот этих вот перекатов постоянных туда-сюда, да. Тут всегда есть игрок открытый, ему следует передача. Это, конечно, говорит еще и о том, что у Зенита защита слабая, но вот даже здесь у боксинг-демона вот вариант, да. Плюс он может попридержать мяч и дать потом на фланг. Почему он может это сделать? Потому что здесь, здесь, скажем так, в полупозиции остаются игроки Зенита. Один футболист Evion вытягивает на себя, и он уже понимает, да, что вот этот опорник, он уже не успеет за ним. А крайнему защитнику придется разрываться между зеленым и серым. И вот поэтому, смотри, какое движение идет, да, смотри. Это все очень, ну, казалось бы, на бумаге просто, но это командное движение, оно вот так и должно работать. Идет пас, и видишь, как Майлз Эвей отдает уже на крайнего защитника, который на скорости бежит. Оп! Тем самым не у дел уже остается защита Зенита. Но здесь успел спиной, спиной сыграть классно крайний защитник, и, скажем так, он эту атаку нейтрализовал. Однако, по задумке, да, по задумке, Evion играет более цельно. И в этом класс команды, вот опять то же самое проходит, и здесь уже мяч доставляется в штрафную. В принципе, в этом отношении еще и удар следует. В этом отношении игра Evion, но она, скажем так, более зрелая. И видно, что это действительно профи-команда с большим опытом. Больше того, они постоянно встречают соперника в центре поля. Сейчас в результате этого отбор и произошел, да. И вот то, о чем мы говорили. Всегда есть вариант. Всегда. Это они не катают сзади. Они пользуются огрехами в обороне Зенита, который вроде тоже плотно стоит. Но как грамотно забегают футболисты, и в результате выход организовывается, ну, не один на один, но близко. И боксинг-демон мог открывать счет. То есть, вы видите, да, насколько здорово Evion пользуется, скажем так, вот этими зонами, да, даже маленькими зонами. Зенит я не могу сказать, что плохо играет. Ну, вот как играет Зенит. Назад передача, понимаешь? Назад. Здесь вот забросик вперед, но он не точный. Он прерван. И брак именно по передаче вперед у Зенита огромный. Назад они пасуют, да, вот пас назад прошел. А что делать? Еще один пас назад. Что дальше делать? Еще один пас назад. То есть, видишь, они не продвигаются вперед. То есть, вроде бы у них там и процент брака будет приемлемый, да, но пасы, которые идут назад и поперек, они вот опять, да, вот вроде бы он дал вперед, этот назад вернул. И здесь очень сложно побороться, да, и что-то сделать. Хотя даже в защите играют боты. У Эвиона, да, есть один бот. Но даже его не удается пройти. То есть, у Зенита большие проблемы с обострением. Большие проблемы с командным движением, которые есть у Эвиона, да. Вот у Эвиона, видишь, они чувствуют забегание, где надо потормозить. Но пасы, в основном, у Эвиона идут вперед. А у Зенита, вот сейчас, ну, сейчас быстрая атака, понятное дело, что они вперед. Вот тут, ну, стоп. Удар, конечно, последовал, но это неправильное решение. Вот здесь Ким, ну, должен был выдавать вот сюда на ход. Конечно. Но, вместо очевидного продолжения атаки, ну, видимо, он подумал, что здесь Undertaker перехватит. Он решил отыграть назад. В результате здесь все заглючило. Xbox One такая консоль, которая любит напакостить, да, во время записи. Удар дальний последовал. Ну, это, если бы уже атака там совсем уснул, это был бы пропущенный мяч. А так, шансов на то, чтобы тут Эвион, скажем так, пропустил, этих шансов было достаточно мало. Все-таки опытная команда. Вот пытается Зенит выйти из обороны. Сейчас Эвиону удается эти попытки как-то пресекать. Но, тем не менее, да, Зенит немножко вошел в игру. Зенит стал более активно встречать игроков Эвиона, да. Видишь, они их, ну, выдергиваются. Это, конечно, немножко рискованная стратегия, но все-таки. И вот пас какой проходит на Кимеза. Но здесь опять-таки, да, надо, чтобы вратарь ушнул, чтобы такой гол забить. Верни назад, да. Ну, вот здесь Эвионовцы малым числом игроков атаковали. Они не рискуют, несмотря на то, что являются фаворитами. Все-таки, ну, вы видите, что, в принципе, не больше пяти игроков в активной атакующей фазе. Но один из них бот, поэтому пять, так шесть. Вот. И здесь Колданцев выдавал эту передачу на грани офсайда. Поймали игроков Эвиона, да. Но, опять же, с такой дистанции, ну, можно в самую девятину пульнуть. Но тут шанс на то, что удар такой получится, процентов пять. Тем более, что защитник, это базавр, да, по-моему, он встретил. И не дал уж прямо совсем без сопротивления ударить. Поэтому, да, Зенит огрызается. Зенит, в принципе, показывает себя командой, которая в случае дикой ошибки сможет наказать, да. Но, тем не менее, мы видим, что, в принципе, в позиционной атаке Зенит пока ничего не показал. С наскока, да, не могут. А вот именно в позиционном нападении мы пока не видели хорошие атаки. Вот это опять наскок пошел. Скайвекс. Прострел сделать не дали. Там защитник сыграл. И еще один удар. Ну, это, видишь, у Зенита вроде бы удары-то есть по воротам. Но по-настоящему опасных моментов им создать не удается. А теперь уже Эвион отвечает. Киллол Волт ставит спину. И передача классная на Майлзавэя. Удар и вот здесь уже и Кастет, и Штанга играют за Зенит. В принципе, гораздо острее, вы видите, Эвион. И даже если там по ударам у Эвиона нет такого преимущества большого. Но по остроте моментов, да, мы уже два супер шанса, таких, где можно было забивать спокойно, у Эвиона было. У Зенита полумоменты такие. Не назовешь их сверхголевыми, сверхопасными. Сейчас же меряют по так называемому XG. Вот. Я в этой сфере не такой большой знаток, да. Но, скажем так, XG ударов Эвиона, он гораздо выше. Вот. Киллол Волт бьет и вот забивает. Причем не из самой очевидной ситуации, да. Удар, скажем так, ну не такой опасный, какой был, например, несколько мгновений ранее у Майлзу Вэя. Но позиция была такая, знаешь, не совсем опасная, да. Вроде бы. Но, вот здесь прессинг дал результат. Это во-первых. Далее. Далее мы видим. Да, подожди ты, Леха, не мотай. Вот. Стоп. Еще немножко назад. Смотри. Ну, далее ударить из полукруга. Киллол Волт это признанный мастер нападения. И ему здесь разобраться было несложно. Ну, и он ударил. Обратите внимание. Вот удар тот самый, да, в девятку не берущийся. Тут вратарь уже не поможет. Но здесь удивляет, опять-таки, защита. И обратите внимание, да, на то, как без зуба расположена защита зенита. Они втроем в одной точке находятся. При том, что вот игрок и вот игрок. И если отмотать, да, мы любим это делать. Смотри. Сейчас. Оп. Вот смотри. В момент удара. И этот не в офсайде. И этот не в офсайде. То есть вот. Они не в офсайде находятся. Если бы случилось так, что вратарь бы этот удар отразил, первым на добивании был бы Майлзэвэй. Понимаешь? И гол был бы защитен, потому что не было офсайда. Защитники зенита не чувствуют вот этого, что... Скажем так, надо и добивание предусматривать. То есть они вот втроем пошли друг друга опекать, да, и в результате пропускают гол в добавленное время к первому тайму. Вот так вот. Статистика первого тайма, вы видите, да, что вроде бы один удар в створ только у Эвиона, но по игре они гораздо лучше. И точность пасов у Эвиона 85 выше Гроссмейстерской, а у Зенита 78. Но эти 78, я уже говорил, да, с учетом количества передач назад и поперек, там реально процент проходящих передач вперед, может быть, ну дай бог, если 55. Там процент передач вперед, я не удивлюсь, если он ниже 50%, потому что у них в атаке вообще проблем очень много. Смотрим моменты второго тайма, где надо Зениту отыгрываться, но Эвион контролирует мяч, они впереди в счете, они держат игру под своим контролем. И сейчас понятное дело, что вот эти перекаты, да, они... Но они чередуются вот с такими моментами. Килл Волт на боксинг Демона сыграл, и Демон, конечно, сейчас прощает. У него это уже второй момент, где он не забивает. Ну да, в матче с Зенитом, возможно, этот промах, он не будет фатальным, да. Но если так играть против, например, Russian Bears, да, или против Prestige, в матчах, где мастеровитые соперники, и которые за каждый вот такой вот упущенный момент могут наказать, вот там это фатально может оказаться. Поэтому для Эвиона это тоже тревожный звоночек, что они столько моментов не могут реализовать. Они не могут как следует пробить, и, скажем так, у соперника еще остается шанс. Забей, Эвион, все свои шансы, да, сейчас бы счет был 4-0, и уверенно они бы, скажем так, в этом матче победили. А тут, ну, всякое бывает в футболе. Сейчас какой-нибудь навес, какой-нибудь прострел, какой-нибудь стандарт у их ворот, и Зенит вполне может запихать мяч в ворота. Там все-таки тоже они безногие люди играют, и поэтому на месте игроков Эвиона я бы не расслаблялся. Конечно, тут многое зависит от везения, да, тоже. Можно сказать, ну вот не повезло в этом эпизоде буксинг-демону, но ему уже в двух эпизодах не повезло. Может не повезти там один, два раза, да, но это уже какое-то фатальное невезение, что два раза. Три раза это вообще надо идти свечку ставить. Причем непонятно какую и в какое место. Ну вот Зениту вроде надо отыгрываться, но команда совершенно не представляет, как это сделать. Вот сейчас самый яркий момент, да, ну не самый яркий, а обычный момент, который Зенит умеет делать. Вот они выходят из обороны, да, Захар СПГ забрасывает вперед. Вот на кого этот заброс идет? То есть забросы идут безадресные. Зачем забрасывать, если, ну видно, что защитник свежее, да, у Эвиона, и он быстрее добежит до этого мяча. Зачем забрасывать ту зону? Если уж здесь что-то и делать, то заброс с переводом куда-то вот сюда, в пустую зону, но не туда. Как здесь успеть? Здесь никто не успеет уже из игроков Зенита, как бы они ни старались. В результате мяч достается защите Эвиона, да, и они спокойно выходят из обороны и продолжают мяч держать. То есть Зенит не делает, не ставит каких-то задач, неразрешимых перед обороной Эвиона. Больше того, Эвион сейчас и владеет мячом больше, и, скажем так, с более низким процентом брака действует, потому что действует в атаке, и Зениту надо отыгрываться, а здесь гораздо более остро выглядит Эвион. Ну вот опять контратака Зенита, которая заканчивается. Проблемы с приемом мяча огромные у футболистов Зенита, и сейчас они очень хорошо наблюдаются. То есть вот здесь стандартное положение, можно, конечно, что-то извлечь из него будет, но это опять-таки нужно обладать большим уровнем мастерства, чтобы вот из такой ситуации что-то придумать, и как-то, знаешь, момент получившийся реализовать. Это надо постараться. Получится ли это у Брэда до 19, мы сейчас увидим. Вот он разбегается, забрасывает штрафную, ну вот, я говорил, со стандартов там может что-то получиться. Это, как говорится, домашние заготовки. Они даже у команд ниже класса могут закончиться, скажем так, удачно. Здесь подкат очень жесткий. В центре поля Армитра за такое может и желтую каточку выдать. Вот. Ну и очередной стандарт. То есть Зенит сейчас создает остроту и напряжение. Ну, пока не остроту, но напряжение создает ворот Эвиона именно за счет стандартных положений. И здесь вот Эвионта вполне может лишиться трех очков, если позволят Зениту слишком много. Но здесь игроки Зенита уже, конечно, оплошали. Концовка в матчах. Уже все всем ясно по рисунку игры. Конечно, сейчас вот Зенит вполне может что-то сделать в этой ситуации. Еще у нас тут опасный штрафной, как я понимаю. Последний шанс на то, чтобы что-то исправить. Но здесь, конечно, бить, я думаю, не рискнет. Нужно разыгрывать. И будет розыгрыш. Но игра складывалась в последние минуты в центре поля. Такая достаточно спокойная. И вдруг, как гром среди ясного неба, этот стандарт. Как его Зенит исполнит, сейчас мы и увидим. Они разные варианты пробуют. Как-то расставляются. Но здесь, видишь, и защита Эвиона в напряжении. Зенит уже все игроки, кроме голкипера, на чужой половине поля. Следует пас. Ну, пас, ну кто так разыгрывает? Ёлки-палки. Они в гущу игроков зачем-то пасуют. Ну, там же ж надо, наоборот, первый пас отдавать человеку, который сможет выдать уже предголевой пас. И дальше уже идет голевой. Ну, когда разыгрывают комбинацию. Ну, здесь не получилось у Зенита. И это, скорее всего, поражение. Хотя, опять же, шансы у Зенита были, в принципе. Наказать Эвион за расточительность. Эвиону за матч я бы поставил тройку. Потому что, ну, ладно, четверку с минуса. Потому что моментов столько, сколько они, сколько у них было, они не реализовали. Во-вторых, они не очень много били. И по этому матчу, ну, да, по игре сложилось впечатление, что Эвион класснее. Но не настолько класснее, чтобы там транжирить моменты пачками. Всего лишь 1-0. И, скажем так, это довольно рискованный счет. Это довольно рискованный счет. И, несмотря на то, что Эвион там по проценту брака был лучше, да. Все равно это не гарантия далеко. То есть в матче с более сильной командой эти 1-0 могут превратиться в 1-3. Потому что здесь, ну, только, скажем так, отсутствие мастерства у соперника сработало. Ну, и вы видите, да, сразу видно, что вот Боксинг Демон, Майлз Авэй, Кирол Волт и Шамик. Вот эти игроки, они выполнили норматив по 15 технико-тактическим действиям в разделе пассы, да. Вот. Второй опорник немножко, ну, вообще не заигрывается, да. Это так достаточно странно. Обычно, ну, все-таки стараются заиграть всех. И это вот такая слабая зона своего рода у соперников. Ну, чтобы соперники знали, что там был Эвион, а не все хорошо. Ну, то же самое примерно у Зенита. Но только у них до Кима мяч вообще не доходил. Он не участвует в командных действиях. Так же, как и колдатцев. Захар, Скайвакс и вот этот вот Бредит. Они активно пассуются между собой, да. Но вот левый флаг, он остается как-то вот не заигранным. Значит, нет вот этого командного взаимодействия. Оно так не отлажено хорошо. И просто меньше передач сделано. Поэтому стоит обратить на это внимание. Ну, и кислый кисель, он, конечно, может быть, там скажет и о дальними передачами. Старался начинать. Но если у тебя процент дальних передач такой, то надо как-то или потренировать этот компонент, или стараться все-таки играть с ближним. Потому что две передачи из семи, это как-то плохо. Ну, надеюсь, что качество футбола будет расти. Как стоит, так и с другой стороны. И качество наших профи команд, оно тоже будет повышаться. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok